Доброе утро. Уважаемые президиум, уважаемые коллеги, очень рады выступить на данном форуме. Благодарю организаторов за предоставленную возможность. Сергей Васильевич, спасибо отдельно. Мне хотелось бы представить вам доклад, посвященный метастатическому поражению головного мозга, в соавторстве с Павлом Владимировичем Доценко. В 2015 году в России было выявлено более 9 тысяч пациентов с меланомой. Прирост заболеваемости за последние 10 лет – 32%. И очень важно обратить внимание, что прирост смертности составляет 10. За последние 10 лет – 26%. Это первое место относительно всех гистологических типов. Так сложилось, что из-за исторического восприятия меланомы как высокорадиорезистентной опухоли, некоторые онкологи даже сейчас выступают против проведения лучевой терапии при меланоме. Меланома кожи – гетерогенная опухоль. Клеточный состав различен. Значительная часть клеток меланомы имеет альфа-бета равная 5. Эти данные предполагают, что для контроля роста и эллиминации меланомы требуются более высокие разовые очаговые дозы. Меланома сочетается радиорезистентной опухоли, так как клеточные линии показывают высокие уровни репарации ДНК при классическом фракционировании. Однако репутация меланомы как опухоли, нечувствительной к радиотерапии, не подтвердилась при высоких родах, что и подтвердили предыдущие доклады, когда мы проводим стереотоксическую радиотерапию, радиохирургию. Также некоторые исследования, которые выявили корреляцию между разовой очаговой дозой и эффектом. Так, полная регрессия опухоли при разовой очаговой дозе при облучении метастатических очагов меланомы в теле менее 5 грей составила 9%, а при разовой очаговой дозе более 5 грей – 50%. А также не было зависимости между суммарной очаговой дозой. То есть разовая очаговая доза имеет более важное значение. Рандомизированных исследований, посвященных меланоме, гистологическому типу в отдельности очень мало. Один из них – РТОК-83-5. Когда использовалась рандомизация две группы одной разовой очаговой дозой 8 грей один раз в неделю, обратите внимание, четыре фракции суммарной очаговой дозой 32 грей, вторая группа разовой очаговой дозой 2,5 грей, ежедневно 20 фракций суммарной очаговой дозой 50. В обеих группах общий ответ составил 59 и полный – 24. Хочу обратить внимание именно на метод фракционирования один раз в неделю, что и является недостатком данного рандомизированного исследования, по моему мнению. Так как в следующей работе, когда выбиралась, также проводилась рандомизация на две группы, в первой группе проводилась разовая очаговая доза 9 грей, 3 фракции 2 раза в неделю, до суммарной очаговой дозы 21, то есть за 3 фракции, в второй группе разовая очаговая доза 5 грей, 2 раза в неделю, 8 фракций, суммарная очаговая доза 40 грей. И в этой ситуации положительный ответ составил уже 97%, а полная регрессия составила 69%. Обратите внимание, что на предыдущем слайде полная регрессия опухоли составила всего лишь 24%, а здесь уже 69%. Применение лучевой терапии при меланоме. Чаще всего мы используем лучевую терапию при метастатическом поражении меланомы, крайне редко мы лечим первичную опухоль, также применяется лучевая терапия при уверенной меланоме и, безусловно, послеоперационный курс. Частота метастатического поражения на момент постановки диагноза высока 7%, и НССН рекомендует проведение магниторезонансной томографии до выбора тактики лечения при раке легкого мелкоклеточном, меланоме, и недавно, год назад, еще добавили рак почки. Метастатическое поражение головного мозга при меланоме в четвертой стадии выявляется у 37% больных. На отопсии у 73% и у 50% пациентов выявляется множественное метастатическое поражение головного мозга. При этом сочетание экстракраниального поражения с интракраниальным выявляется у 50% больных. При выборе тактики лечения, при определении показаний к лучевой терапии, мы руководствуемся различными факторами, большинство которых входит в критерии GPA и RPA. Это индекс корновского количества интракраниальных метастазов, наличие и отсутствие экстракраниальных метастазов, состояние первичной опухоли. И важно отметить еще два фактора, которые вошли в последневную практику. Это уровень лактады гидрогеназы и возможность проведения таргетной терапии и современной иммунотерапии. В двух исследований был доказан важный прогностический признак – это повышение уровня лактады гидрогеназы. Если уровень ее повышен выше нормы, то медиана выживаемости уменьшается в три раза. С 9 месяцев до 3 месяцев. Лекарственная терапия. Безусловно, то, что в нашу практику клиническую пришли современные иммунотерапии, таргетные препараты, которые обновляются. Все больше препаратов мы включаем в свою работу. Ингибиторы мутированной бравкиназы, тофенвар, добавляют применение его в монорежиме у пациентов с метастатическим поражением головного мозга, приводят к положительному эффекту... Прошу прощения. Прошу прощения. Приводят к положительному эффекту у 39% больных, и при этом общая выживаемость только в монорежиме при наличии мутации составляет 7,5%. Ну а сочетание допрофениба и травмитениба, то есть прав и мег ингибиторов, повысило общую эффективность до 56% и медиану общей выживаемости до 10%. Поэтому, в принципе, и наша лучевая терапия дает не лучшие цифры, а вот использование современных лекарственной терапии оказывается более эффективным. Современная иммунотерапия также весьма эффективна. При метастатическом поражении головного мозга медиана общей выживаемости составляет 7%. Несколько исследований продемонстрировали союзное влияние таргетной и современной иммунотерапии в сочетании с лучевой терапией. Представлю данные нашей клиники, клиники Герцена. В наше исследование вошло 31 человек с меланомой. На слайде представлены основные характеристики. РПА первого класса только 5%, БРАФ-мутация у 40% больных, экстракраниальное метастазирование выявлено у 80% больных. И очень важный фактор – объем метастатического поражения 3,5 кубических сантиметров выказал достоверное различие в выживаемости. В нашей группе у 60% объем поражения был более 3,5 кубических сантиметров. Число метастазов только у 7 пациентов. У 20% наших пациентов были множественные метастазы. Наибольшее число – 6. Методика проведения лучевой терапии. При единичных метастазах мы проводили стереотклассическую радиохирургию при множественных поражениях гипофракционирования. По стандартным схемам. Что такое? Обратите внимание на число появлений новых метастазов. Как я уже сказал, в нашей группе у 80% были единичные метастазы. Так, с медианой 7 месяцев новые метастазы возникли у 50% больных. Рецидив в объеме облучения возник у 45% больных с медианой 7 месяцев. Безусловно, меланома отличается от других гистологических типов, о которых уже говорили уважаемые докладчики. И только она показывает такую высокую частоту рецидива в объеме облучения. Общая выживаемость. Обратите внимание, что при монофакторном анализе использование современной лекарственной терапии приводит к увеличению выживаемости в 3 раза. Так, без использования современной таргетной иммунотерапии общая медианная выживаемость составила 4,5%, а с использованием современной иммуно- и таргетной терапии 12%. Еще большие данные были выявлены при многофакторном анализе. Когда мы включили индекс Корновского, как один из факторов, мы выявили увеличение медианы выживаемости в 40 раз при использовании современной таргетной иммунотерапии, при проведении лучевой терапии. То же самое происходит и когда мы включили объем облучения более 3,5 см, также в 40 раз, медиана выживаемости при многофакторном анализе увеличилась. Таким образом, применение таргетной иммунотерапии является важным независимым прогностическим фактором. Объем метастатического проражения в нашей группе был более 3,5 см кубических. Также важен прогностический фактор. И, безусловно, индекс Корновский, как и везде, важен прогностический фактор. Прочие факторы, такие как распространенность опухоли, в том числе и радиотерапевтические параметры, как бы мы ни облучались, весь головной мозг, локально, радиохирургически, стереотоксически, не имело значения при метастатическом поважении головного мозга. Если не было лекарственной терапии, вы не достигнете никакого положительного эффекта выживаемости. И кратко о тех рекомендациях, которые дает НСЕН, посредних пересмотров. Они ограничивают всего лишь питье очагами проведения стереотоксической и радиохирургии, и стереотоксической радиотерапии. Поэтому проведение... Также и Ассоциация онкологов России ограничивает четырьмя метастазами проведение стереотоксической радиотерапии и стереотоксической радиотерапии. Поэтому все остальные методики можно использовать только в плане клинических исследований. Одевантная лучевая терапия также рекомендована локально проводить после операции на ложе опухоли при меланоме. Облучение всего головного мозга при множественном поражении при меланоме. Стандартные дозы 2,5-37,5 либо 3,30 соответственно. И облучение всего головного мозга не рекомендуется после стереотоксического облучения сразу же или стереотоксической радиотерапии. При единичных экстракрониальных метастазах это было выказано в рандомизированном исследовании третьей фазы Фогорти в 2015 году и АСКО исключило последовательное проведение облучения всего головного мозга после локальных лучевых методов лечения. Ну и безусловно, недавно пересмотренные данные Аяма и Чанга, они пересмотрели свои высказывания и показали, что использование не только локальной лучевой терапии связано с высоким риском появления новых внутримозговых метастазов 27% против 76%. Большинство таких образований симптомные, связанные с неврологическим дефицитом, резко ухудшают качество жизни и требуют повторного проведения лечения либо хирургического, либо лучевой терапии. Что с целью связано именно лечение химиотерапии, повторное хирургическое лечение, повторная лучевая терапия с высококогнитивными нарушениями. Иногда мы видим такую клиническую картину при облучении множественных метастазов. И хотел бы представить клинический пример. В клинике утверждено мизированное исследование облучения всего головного мозга при множественных метастазах меланомы. Пациент 42 лет с множественными метастазами в головной мозг 12 чагов с объемом 96 кубических сантиметров страдает меланомой с января 2017 года. Проводилась иммунотерапия «Интрон» 18 месяцев. Через год прогрессирование метастазов в регионарные лимфатические узлы. Затем прогрессирование через 3 месяца в подвздошные лимфатические узлы. С июня по сентябрь 2018 года было проведено 5 курсов обдивы. Прогрессивное изобревание выявлено именно на современной иммунотерапии обдивой, неволумабом, не менее 12 очагов. Был включен в исследование, подписал информированное согласие. Была проведена лучевая терапия. На весь объем головного мозга разовая очаговая доза 6,5 грей. Через день суммарная очаговая доза 26 грей, что является эквивалентно 49 греем при альфа-бета-3. Через 8 месяцев МРТ головного мозга пациент жив, с нормальными когнитивными способностями. Объем очагов, оставшихся 9 очагов, и объемом 1 см частичной регрессии. И вопросы, которые мы должны дальше, как я считаю, раскрыть, это разовая очаговая доза, суммарная очаговая доза при меланомии, при множественных метастазах, и изучение обскопальной эффекта при меланомии, которая также очень будоражит умы. Спасибо за ваше внимание. Спасибо огромное за интересный доклад. Вы, мягко скажем, даже сэкономили несколько минут, поэтому у нас есть возможность задать вопросы. Мы, в принципе, да, у нас 4 минуты еще есть, спокойно можно задавать вопросы. Пожалуйста, Марсич. Спасибо большое за интересный, такой неоднозначный доклад. Много вопросов, и вот один, конечно, из вопросов, наверное, всю аудиторию, наверное, волнует, не только меня, разовая доза 6,5 грейд. Чем вы руководствовались, первое? Проходило ли это клиническое исследование где-то не на людях? Раз. Второй вопрос. Третий вопрос. Локальный этический комитет, как на это посмотрел? Ну, и плюс сами пациенты, которые, в общем-то, соглашались на такое испытание, насколько, как они вообще реагировали. Я позволю себе еще дополнить. Сколько вообще пациентов таких было, вот так было пролечено? Да. Четверо. И результаты, кроме вот этого наблюдения? Ну, дело в том, что исследование рандомизированное, два пациента было проведено таким методом фракционирования, два пациента были проведены стандартным методом фракционирования. В каждой из группе умерло по одному человеку и в той, и в той в течение месяца. Поэтому остается по одному человеку. И делать какие-то выводы, безусловно, очень рано. Безусловно, протокол утвержден. Мы исходили из того, что мы не превышаем толерантность критических струн, ни одного из критических структур головного мозга, а именно 49-грейт-вуалент, и тем, что мы проводим лечение еще и через день. Тем самым еще как бы подстраховываясь в плане лучевых повреждений. Пациент же 8 месяцев водит машину, когнитивных нарушений нет. Будем надеяться. Исследования ранее были проведены в таком фракционировании, но это было в далеком 84-м году. А как вы сопоставляли дозы? В общем-то, в принципе, по линейной квадратичной модели больше 4-грейт, наверное, сравнивать режим фракционирования не так верно, да? Не согласен с этим утверждением. Вы знаете, что все наши коккумяторы либо 6,5, либо 7 грейт, и дискуссии ведутся, когда мы можем использовать, когда не можем использовать. Считается, что до 6,5 грейт, до 7 грейт мы можем использовать коккумятор линейной квадратичной модели. Поэтому мы это и делали. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы, комментарии. Сергей Михайлович, пожалуйста. Сергей Михайлович, я бы хотел все равно уточнить. Дело все в том, что в свое время РТОК, я не помню сейчас эти номера исследований, это были начало 70-х годов, они проводили исследования и подводили всему головному мозгу разовую дозу 11-13 грейт, 13 грейт. Я знаю, что оба этих исследования были прекращены в среде с высокой токсичностью. И с тех пор... Просто неправда, я понял, это ко мне. Не, не, не к вам. И с тех пор рекомендации все-таки оставались, с тех пор пришли к поводу, что 3 грейт – это оптимальная доза между токсичностью и этой. Понимаете, как один пациент, который дожил у вас без токсичности, ну, согласитесь, это действительно ни о чем, потому что я тоже могу показать кривой, где у меня пациент 10 лет прожил, это тоже ни о чем. Это действительно там 1-2 пациента действительно проживают там 5 лет, 7 лет, и у меня 10 раз вопрос возникает, а был ли вообще мальчик? Но тем не менее. И все-таки один пациент, у которого, как вы говорите, нет токсичности, ну, для этого нужно проводить целую батарею тестов. Целую батарею очень серьезных тестов, чтобы сказать, водит машину – это ни о чем тоже. Поэтому все-таки были ли тесты раз, и у меня очень большое напряжение в плане когнитивных расстройств. Потому что вот я услышал здесь, извините, а, две секунды, что в два раза сокращается обращение к риску радиохирургу, в два раза обращается обращение к тому хирургу, который голову обучил, голову врачу. Они все скапливаются в наших центрах, мы их видим при хорошем, так и при хорошем, эффективном лечении. Поэтому, с моей точки зрения, этот режим очень сомнительный. Мы не можем его рекомендовать, Сергей Васильевич. С моей точки зрения. Ну, безусловно, я уважаю ваше мнение. Я, тем не менее, я не зря начал свой доклад с радиобиологии, да, с нескольких слайдов радиобиологических, которые и показали… Я вынужден, где-то, кускусе, прекратить, с учетом отсутствия времени. Я бы единственное, конечно, вы, честно говоря, у всех присутствующих, спасибо вам большое, но я бы, конечно, единственное, что со своей стороны, не советовал бы прямо вот так вот следовать данным рекомендациям. Тем более, не рекомендации, а просто личное и индивидуальное наблюдение. Спасибо. 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 ... Спасибо.